Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. Сегодня в студии для вас работаю я, Ирина Чекунова. А теперь об экспертах нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня у меня в гостях члены студенческого оперативного отряда юридического факультета Тверского государственного университета Александр Писарев. Саша, добрый день. Добрый день. Максим Бомбин. Максим, здравствуйте. Екатерина Абдувахобова. Катя, добрый день. Здравствуйте. И куратор этого студенческого оперативного отряда, кандидат юридических наук, доцент Наталья Григорьевна Яковлева. Наталья Григорьевна, приветствую вас. Сегодня у нас будет, я думаю, познавательная программа для жителей региона, потому что вы не только расскажете о том, что же такое оперативный отряд, да еще в стенах университета, но вы дадите конкретные советы, которые наверняка сейчас нужны многим, многим, так скажем, жителям Твери и Тверской области. Итак, наверное, Наталья Григорьевна, начнем с вас. Я буквально перед эфиром узнала, что, оказывается, отряду-то вашему уже почти 10 лет, да, в 2012 году образовался. Почему-то мне казалось, что вот вы так сказали, что вот у нас есть такой отряд, но ребята только начинают, надо их поддержать, а оказывается, это уже возраст. В любом случае надо, спасибо. Итак, что это за отряд, как он создавался, как пришла такая идея? Ну, идея пришла, в общем-то, факультету, руководству, студентам, потому что всегда был интерес к деятельности правоохранительных органов, всегда было желание что-то совместно делать, тем более, когда мы живем в такое время, когда все доступны, все открыты, можно обратиться, можно попросить совета, помощи организационной. И хотелось что-то сделать такое, что было бы уникально именно связанное с нашим факультетом. Да, но все-таки юридический факультет. Да, 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 который я сама закончила. И поэтому эта идея возникла. Ну, что значит правоохранительные органы? Это значит оперативность, это быстрота, это профессионализм, да, поэтому оперативный отряд ТВГУ. Он, кстати, официальный, существует положение об оперотряде, которое утверждено вузом нашим, то есть это у нас, мы как юристы, для нас это важно. И вот с 2012 года был сделан такой набор, что ли, в члены оперативного отряда. Студенты всегда с удовольствием включаются в работу. Это очень активная, интересная работа, хотя и связанная порой с такими трудностями. Ну, например, чтобы содействовать правоохранительным органам, иногда надо и в 4, и в 5 утра встать и поехать. А как же, по-другому не бывает? Никто никогда не жалуется, и никто никогда не отказывается. Наоборот, я знаю, они даже, ну так, поругиваются друг с другом за место, чтобы поехать и чтобы поучаствовать. Ну, потом это, конечно, очень активное правовое просвещение разных категорий населения. Ориентироваем мы, конечно, ребят на молодежь, но готовы работать с любой категорией. Я сразу вопрос задам. Вот вы сделали акцент, Наталья Григорьевна, на оперативность. У меня сразу почему-то такая ассоциация. Если оперативный отряд, то это значит, все, ребята, мы оперативно собираемся, мы в 5 утра выходим и оперативно едем кого-то задерживать, вместе с сотрудниками полиции. Или оперативно выходим на улицы города, где участвуем в рейдах. Вот в чем разница, скажут. Ну, же есть добровольные помощники дружины, милиции, да, ДНД, так называемые, дружинники. А тут-то разница в чем? А зачем нам еще один оперативный отряд студенческий? В чем различаются? Ну, во-первых, это такая четкая привязка к специфике факультета. Хотелось бы, чтобы это были именно студенты-юристы, которые работают и взаимодействуют с правоохранительными органами с пониманием того, что они делают. То есть это не просто какой-то вот встал и побежал, да, что называется. Они понимают, что они делают, чем они готовы, могут содействовать. В чем их помощь может выражаться. И, конечно, они готовы. Я вот вам честно скажу, они сами абсолютно без меня. Вот вы не зря назвали слово куратор. Я ими не руковожу. Я просто курирую. Если они ко мне обращаются, я готова им помочь. Помогаете зельным советам, да? Да, да. Но, что касается организации, чтобы я кого-то в 5 утра будила, ребята, едьте, да они все сами. Сами, они молодцы. Вот тут у нас, да, Наталья Григорьевна, у нас присутствует командир. Александр Пистарев у нас командир этого отряда. Саша, как коллегиально выбирали? Собранием голосовали? Или как это все делалось? Нет, Наталья Григорьевна ко мне обратилась и сообщила такую новость, что предыдущий командир находится на выпускном курсе и, к сожалению, он занят очень сильно дипломной работой и прочими университетскими делами. Она меня спросила, не хотел бы я быть новым командиром. Просто такое предложение, которое мы потом обсуждали уже с ребятами и, собственно, нашли поддержку. Ну, то есть, с ребятами эта кандидатура обсуждалась? Да, конечно. И все дали согласие? Да, я непременно решил согласиться, потому что меня привлекает очень. Вот привлекает. Чем? Тем, что можно покомандовать? Как-то решать, кто куда побежит в эти 5 утра или что? Это тоже важно. Тоже важно. Админиционные способности. Я бы не сказал конкретно, что покомандовать, возможно, как-то можно повежать и выразиться, что вежливые, мы все-таки люди, лидерские качества полезно развивать. Да. Также нарабатывать... Командная работа очень важна. Командная работа. Нарабатывать новые знакомства с новыми студентами. Потому что каждый год отряд наш обновляется. А в школе занимались какой-то общественной работой, вот, Саш, вы? Да. То есть, это не впервой вам вот руководить таким общественным подразделением? Не впервой. В школе тоже занимался, к сожалению, в меньшей мере, потому что в школе у нас не было это представлено, как сейчас в университете широкий спектр. В школе я учился в правом профиле. То есть, у нас была профильная школа. Естественно, какую-то необходимую подготовку я получил. Ой, извините. Ребят, несколько слов о том, как вы попали в этот отряд. Извините, пожалуйста. Ну, наверное, я тебе скажу, да? То, что когда мы только поступили, нам дали широкий спектр выборов, грубо говоря. То есть, множество организаций, в которые можно было вступить на факультете внутри университета. И лично меня заинтересовал как раз-таки оперотряд тем, что, наверное, это очень социально полезное и значимое дело, которым можно заниматься. То есть, помогать как-то сотрудникам, просвещать молодежь, потому что вопрос права и правоотношений очень... Актуально. Актуально, конечно. Сегодняшний день очень востребовано среди молодежи. И также нельзя не сказать о взрослом поколении. Но мы об этом еще впереди поговорим. Все-таки это большее просвещение школьников. Вы общаетесь, что называется, с теми, кем были вчера еще. Ну да, да. Я, кстати, напомню уважаемым телезрителям, что члены студенческого оперативного отряда первокурсники. Да, это же совершенно еще вчерашние школьники. Кстати, у вас, когда вы учились, было что-то подобное? Кто-то к вам приходил, просвещал, нет в школах? Ну, наверное, чтобы прям просветительской деятельности вот такой, в каком мы ее смысле понимаем, не было. То есть, приходили профориентационные что-то, грубо говоря, представители профессии рассказывали о том, что ждет, если вы выберете ту или иную профессию. А вот там просветительская, где приходили бы и говорили о том, что надо делать, если, грубо говоря, не было такого. Катя, а как вы попали в этот отряд? Вы вообще-то мечтали чем-то заниматься, помимо учебы, когда поступили? Да, меня привлекла возможность стать членом студенческого оперативного отряда, так как я вообще изначально поступала на юридический факультет и в дальнейшем хотела стать следователем. И вот такая возможность почувствовать себя вообще вот... Ближе к профессии. Да, ближе к профессии. Проверить, могу ли я вообще стрессоустойчивость, или обладаю достаточной. Если у меня определенные черты характера, которые позволят мне более-менее спокойно реагировать. Ведь разные же бывают все-таки ситуации. Ситуации, тем более с детьми, да, тем более в классе, да. Это как-то попасть в шкуру учителя в чем-то, да. Уважаемые друзья, давайте перервемся на небольшую рекламу. Буквально несколько минут, не переключайтесь. И потом снова вернемся в эту студию. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня мы говорим о студенческом оперативном отряде юридического факультета Тверского государственного университета. Уважаемые друзья, вот говорили с Катей до перерыва. Катюш, хотите стать следователем? Да. Вообще-то очень интересно, да? Все еще, может быть, есть такая ступенечка, это добровольный помощник следствия. Я знаю, что Максим уже, да, вы на эту ступенечку каким-то образом наступили. Чуть-чуть, да. Да? И в дальнейшем это вот можно вот так вот постигать и постигать. И я так думаю, уважаемые друзья, что вот от этих лекций перед школьниками ваше знание становится глупо живее, да? Да, да, да. Обучая, обучаемся сами. Кстати, о чем вот чаще всего спрашивают дети? Вот как вы к ним приходите? Вот вы к ним приходите, я так поняла, ведь никто же учебу-то не отменял? Учеба всегда на первом месте, да? Ну, конечно, в учебное время приходим. Когда они учатся? Да. У вас первая, вторая смена вот в ВУЗе, как у вас? Первая. Вы отучились, и после учебы вы собираетесь, да, как-то вот по разным школам, как вот такие вот бригады оперативные, да? Да, мы разделяемся в основном до трех человек, и некоторые люди... Особенно сейчас, с учетом ситуации. Да, особенно с учетом пандемии, да. Особенно коронавирусных мер. И вот эти три человека, разные группы, едут в определенные школы, с кем они договорились. В основном ребята, которые проводят лекции, они учились в этом образовательном учреждении. В этих школах, да? Да, да, да. Чтобы им было проще договориться, чтобы им было легче выступать. И для школ, мне кажется, что выпускник уже пришел. Ну, вообще-то да, всегда как-то школа гордится человеком, который чего-то достиг в этой жизни. Действительно, повод гордиться, и эти ребята выступают со школьниками. Очень важно заинтересовать ребят, потому что, к сожалению, сейчас многие дети заняты совершенно другими. Занятиями в учебное время. Да? А чем же они заняты? Ну, я думаю, всем известно, ситуация достаточно тяжелая с различными социальными сетями. Ну, это интернет. Это, да, это беда. Вот, и поэтому очень важно хорошо подготовиться. Чтобы им с вами было интереснее, чем там. Да, да, да. Чтобы они чувствовали напряжение в момент урока, иначе они будут относиться к нашим занятиям как просто к образовательным программам в их школе. То есть им это будет тяжело. Ну да, типа надо вот приказали, или кто-то учителя сказали, вот надо сходить. Ну, отсижу я там свой час. Чтобы послушать и забыть. Да, да, да. Чтобы не было это как бы вот на такое, чтобы их принуждали. То есть это добровольная основа. А перед школьниками какого возраста выступаете? Перед старшеклассниками? Да, в основном это конец среднего звена, либо старшая звена. То есть это девятый-одиннадцатый класс. Я думаю, если мы разработаем какую-либо программу для младших школьников, мы тоже перед ними сможем выступить. Ну вот как мы часто за этим же столом говорим, что тем же правилам дорожного движения надо учить уже в детском саде. И здесь, наверное, юридическая подготовка-то важна человеку с совсем малых лет, да? Конечно, конечно. А вот, кстати, вот вы сказали, Саша, что нужно договориться. А я представляю себе, ведь это же тоже умение позвонить, наверное, нужно в школу. Нужно представиться, нужно уметь пообщаться с директором. А еще вчера вы школьники. Как позвонить директору школы? Ну, ведь это же целая история. Конечно, конечно. В чем-то преодолеть себя. Здесь даже надо. Знаете, как я вот такой нюанс маленький. Я им говорю, хотите я позвоню? Они говорят, нет, мы сами. Вот это вот важно. Вот я не знаю, на это внимание обратила. Потому что это психологическая вещь. Конечно, конечно. Важный момент в этом непростом деле. Немножко подготовиться. Возможно, перед зеркалом встать, отрепетировать речь. Ну, возможно, про себя повторить. И вот эти заветные слова «Добрый день» с вами говорит член оперативного отряда Тверского государственного университета, юридического факультета. И вот эти слова сразу прогоняют весь страх. То есть вы понимаете свою значимость для ребят. Возможно, как-то авторитет. А вообще страшно? Вот так первый раз. Кате, страшно было первый раз зайти? Волнительно, да. Волнительно, да? Но потом все равно в процессе беседы как-то легче становится и ребятам, школьникам, и нам тоже. Как-то контакт находим зрительный. Интерактив, может, какой-то. Ага. Знаете, вот в их плюс-сторону, да? Я когда хожу на эти уроки, бывает, не всегда, конечно. Сижу там где-то сзади. Самое первое, что вижу и замечаю, дети откладывают телефоны. То есть им реально вот это интересно. Главное быть в себе уверенным, чтобы эта уверенность передалась и тем, кто вас слушает, чтобы они понимали, что... Они просто так рассказывают, но это надо послушать. А с чего вы начинаете? Вот как вы определяете ту точку, которая на самом деле болевая у подростка? Вот что подростку интересно и что, главное, на злобе дня? В основном, если говорить о большинстве, мы приходим, естественно, в класс, здороваемся с ребятами, и если мы просто начнем вещать, то они к этому отнесутся так, будто фоновый звук, знаете, будто телевизор дома у них работает, они... А можно даже сидеть, да, в телефоне. Да, поглядывать иногда, не обращая внимания. Поэтому мы пытаемся сразу наладить контакт. Задаем какие-то вопросы, которые их должны интересовать. Пытаемся пообщаться, то есть настроить коммуникацию с ними. Ну, они как идут на контакт сразу, вот вы за вопрос. Вопросы вообще, что их интересует? Вот вы так-то как-то выяснили вот за этот год. Вы же первый год всего, да? Полгода, скажем, да? Уже по несколько занятий. Да, уже по несколько занятий. Что сейчас, на ваш взгляд, интересует детей и подростков? Вот как вы можете определить, в первую очередь, ну, конечно, из вашей компетенции? Я думаю, стоит сказать о том, что им интересны такие, можно назвать, мероприятия, как мозговой штурм. То есть они по очереди спрашивают вопросы очень быстро, и в основном даже не слушая ответы. То есть им интересно поговорить, отличиться от вот этой школьной суеты, если можно так выразиться. Немножко отдохнуть от занятий. И просто поговорить с нами в основном это юридическая ответственность. Думаю, школьникам будет не очень понятно, если говорить такой терминологией. Но, грубо говоря, их интересуют различные санкции за возможные деяния. А, то есть конкретно, вот что они совершили? Но не они совершили, что человек совершил, что это будет? Что повлечено. То есть они уже как бы провинчивают возможности этого совершения? Или вот для чего вы сами определили, ваша работа нужна? Чтобы что-то, чего-то не произошло? Или чтобы человек сделал это и знал, когда он это делает, он знал, а мне вот за это будет вот это? Чтобы предотвратить, наверное, возможные какие-то преступления, правонарушения. Чтобы, наверное, заложить какие-то азы в голове школьников, чтобы они понимали, что вот, ну, как бы правовое вот это... Что любой проступок ведет за собой какую-то ответственность. А вас они как-то спрашивают о том, что вот что вы, вот кто вы такой, вот вы перед нами здесь стоите? Может быть, у вас тоже что-то интересное в жизни было? Интересуются такими дети? Бывают, все-таки дети достаточно индивидуальные, как мы можем все знать. И иногда находятся ребята, которые, которым неинтересны, и они хотят за счет вот давления на нас самоутвердиться. А, да, да. Даже доведать, да? Пытаются, да? Бывает такое? Да, бывает такое. И важно с этим совладать достаточно, чтобы не переходить на личности, чтобы не злиться на них. Надо понимать, это всего лишь дети. Сейчас мы с вами поговорим, разберемся с ситуацией, может, даже чему-то вы новому знаете, что вас занесет в дальнейшем. Вот, и поэтому надо всегда держать ухо востро. За ребятами смотреть, конечно же, и слушать внимательно их вопросы. А педагоги присутствуют на ваших занятиях, да? Да, конечно. Может быть, даже им самим тоже интересно бывает. Да, они все интересуют. А вы, кстати, когда идете, вот, допустим, вы втроем пошли в конкретную школу, вы как-то роли распределяете, кто о чем будет говорить, репетируете, вот как педагог перед занятиями. Наверное, педагоги так делают, да, и в высших учебных заведениях тоже, ведь существует план. Конечно. Да, конечно. Что нужно донести до слушателя? Конечно. В основном мы сначала вместе работаем над программой, то есть какие темы будем затрагивать, чего добиваться, что рассказывать. Далее мы хорошо готовимся по этому материалу, составляем план. Все-таки ребятам важно, что это не проходило в форме доклада, потому что они это видят практически каждый день, когда их одноклассники выходят к доске, уткнувшись в листочек, что-то читают. Поэтому важно все держать всегда в голове и рассказывать ребятам, больше интерактива. То есть это повышает уровень внимания, конечно же. А вы где берете сами-то эту информацию? Наверное, все-таки для первого курса еще не все известно вам тоже, как бы хотелось. Здесь и приходит на помощь куратор? Ну, во-первых, мы же проводим такие тренинги обучающие. Даже в рамках, вот, например, у них есть такая дисциплина, я у них веду основу правовой культуры. И даже в рамках дисциплины вообще все студенты получают информацию о том, что такое правовая культура, правовое просвещение и как им заниматься. А уже вот когда начинается эта индивидуальная работа, мы, я им объясняю, что такое интерактив. Во-первых, мы все это сами делаем, они это сами все проходят. Они вот сегодня говорят, производят какие-то фразы, я слышу, это то, что мы уже с ними говорили на основах правовой культуры. И, собственно, у них сложная задача, Саша так скромно говорит, они на самом деле разрабатывают полный сценарий урока, полный, то есть пошаговый. Допустим, где они должны, могут сказать небольшое определение, где они могут показать небольшую презентацию, где они могут показать мультик, где они могут... А, то есть мультики тоже показывают? Конечно. Видеодополнение, да? Также можно назвать это небольшими комиксами, ну, не то, что комиксы, это рисованные картинки, которые, если вы зайдете на сайт прокуратуры Российской Федерации, там будет раздел «Различная просветительская деятельность», и там вы можете наглядно посмотреть такого формата, мы часто им показываем. Это просто интереснее вспоминается, чем текст. Ну да, да. А, кстати, обязательно, чтобы... Есть дети, которые за вами записывают? Сразу говорите, помедленнее я записываю. Есть такие или не обязательно, или это все они просто вначале воспринимают и как-то впитывают в себя, чтобы потом во что-то реализоваться хорошее? Ну, как правило, у нас есть презентация, параллельно с которой мы рассказываем, и некоторые могут попросить презентацию им отправить, чтобы они еще раз это все прочитали, вспомнили, может быть, какие-то моменты, которые мы им говорили, и уже записали, или просто еще раз прочитали, и поняли как-то, переварили? Сейчас уже другой формат, и мы на него перестраиваемся. Другой формат общения в школах, когда, конечно, вот это вот то, что раньше давали под запись, это... Ну, хорошо это или плохо, но это уходит. Конспекты те самые. Да, да. И поэтому, конечно, а так, как Саша правильно сказал, от них-то ждут чего? Какой-то интересной информации, интересной подачи этой информации. То есть здесь вот надо это все совместить. Поэтому вот они этому и учатся как раз. Ну, нету одного, наверное, нету проверки знаний, насколько усвоили, да? Это же все-таки... Или вы как-то проверяете, насколько впитали то, что вы им преподнесли? Понимаете, если мы это устроим в их стандартной проверочной работе, какой-то тест преподнесем или опрос, они это могут воспринять в штыки. Поэтому вот у нас, думаю, можно поделиться. Скоро планируется очередное просвещение школьников на тему правоохранительных органов. И у нас в уроке будет такой интерактив, который как раз-таки проверит знания. То есть в ходе интерактива они должны будут пользоваться знаниями, которые мы им должны были дать во время... Только что услышать. А, только что. То есть вы и проверяете, да? Насколько это... А если кто-то не впитал в себя, это проблема этого ребенка или как? Или вы пытаетесь еще отдельно с ним заняться или еще дополнительный курс какой-то провести? Знаете, не скажу за остальных ребят, но я считаю, что в первую очередь это моя проблема, то, что я не смог донести понятным языком до ребенка. Потому что если мы будем апеллировать на уроки понятиями теории различной, которые мы в университете каждый день слышим, конечно, ребятам будет неинтересно, непонятно. Им это не нужно просто будет. Поэтому всегда стараемся отредактировать наш материал так, чтобы нам было это понятно, нам самим... Если бы мы учились в классе все зимом, в пятом. То есть мы опираемся еще на более младший возраст, чтобы еще и заинтересовать ребят. Доходчиво сказать, да. А Наталья Григорьевна, по-вашему, насколько это интересно проходит? Вы как-то потом делитесь с руководством школы об этих уроках? Или, может быть, подходят те же самые, тот же самый директор, тот же самый заводчик, благодарят и приглашают еще? Вы знаете, отклик от школ всегда очень хороший. У нас вообще школы в городе хорошие, я вам честно скажу, потому что только что реализован был большой проект совместно со школами. Просят информацию на сайт сразу, вот прямо просят материалы, ну если разрешите, мы, естественно, делимся. Просят информацию о ребятах. Просят, ну, во-первых, прийти еще раз, просят всегда. Это уже хорошо, да, это результат. Да, да, да. Даже какие-то подарки, сделанные своими руками, нам дарили, вот как от школы, сувенир в благодарность за проведенное занятие. Отклик очень хороший, потому что, я вам честно скажу, за много лет вот тот же просветительский проект «Живое право», который у нас реализуется, он вообще более 18 лет уже реализуется на факультете, ну, я имею в виду, существует, да, ну, ни разу плохих отзывов не было. Вот могу похвастаться с открытым сердцем, что называется, всегда большой отклик и желание совместно работать. Очень много было проектов, наверное, может быть, отдельный разговор, поэтому... И, ребята, а я еще вот от себя хочу добавить, что те, кто занимаются работой в школе, они настолько этим заражаются, они не могут это остановить в себе, они продолжают на протяжении нескольких лет. Я иногда даже поражаюсь, вот это тяжело. Они приходят, когда проведут урок или два, они говорят, теперь я понимаю, что труд учителя, это очень тяжело. Вот это я хотела сказать, вот теперь, может быть, это будущие педагоги перед нами здесь сидят, да. Кстати, Наталья Григорьевна, отличается один отряд от другого? Все-таки вы начинали в 2012-м сколько? Уже четвертый отряд, да, у нас получаете? Четвертый. Вы четвертый командир, да, Саша? Я знаю, что даже были девочки-командиры, это не важно. Да, из четырех командиров были две девочки, и я была очень довольна тем, как они работали, мне очень нравилось, да. Есть, в каждом отряде есть какая-то изюминка своя, свой подход, возможно, что-то новое ребята предносят в эту работу? Вы знаете, вот такой интересный вопрос вы мне задали. По-хорошему они чем-то похожи друг на друга, вот эти поколения, и это хорошо, это преемственность все-таки, потому что, ну, вот это вот смысл-то, направленность деятельности. С другой стороны, мне кажется, я так с осторожным оптимизмом говорю, что вот пришедшие, вот я даже о наших ребятах сегодня конкретно говорю, они очень инициативные. Я думаю, что, знаете, как, что было плохо, стало хорошо. Все так устали сидеть на дистанте, они когда вырвались, они прибежали ко мне сразу и говорят, давайте что-то, вот мы, и у них куча планов была сразу. Я говорю, давайте, давайте, вот мы как-то все поддержали, сразу решили со школами начать сотрудничать, моментально начали ездить к правоохранительным органам, то есть это вот прям такой всплеск был активности. Они даже, у них такое интересное есть объединение, ребята тоже все параллельные там, они себя назвали инициативная группа первокурсников, то есть им вот настолько захотелось еще чего-то. Знаете, сколько они уже мероприятий провели, именно первый курс, вот то, что меня приятно поражает. Они такие очень инициативные, они устали сидеть. Да, у вас действительно такая историческая веха, на вас пришлась пандемия, вот вы как первооткрыватели в чем-то, так получилось, да? Сейчас мы с вами поделимся, возможно, очень необходимыми, ну, во всяком случае, наверняка нужными для вас советами, как избежать беды. Итак, мы сейчас, давайте представим, что вот, о чем мы говорили до этого, да, что вы, вот Саша, пришли в класс. Перед вами школьники, школьники взрослые уже, у нас выпускники, можно сказать, да? Какие вопросы, каким вопросом вы готовы, во всяком случае, есть такие вопросы, что вы теряетесь? Конечно же, всегда школьники могут придумать такие вопросы, как мы уже ранее говорили, дети очень индивидуальны, и поэтому нужно быть готовым ко всему, что, к сожалению, в принципе, невозможно. Но всегда есть некоторые пути выхода, особенно... Ну, в этом случае не выхода в дверь, да? Ну, конечно, конечно, если с ребятами получилось установить хороший контакт коммуникативный, то, соответственно, можно попробовать как-нибудь договориться с ребятами, например, ребята, давайте вместе посмотрим заодно, и научить их, возможно, очень важные в их жизни вещи, это поиск источников. Думаю, все студенты меня сейчас поймут, где искать информацию. Ну, это, наверное, в любом поколении студенческой молодежи, это было актуально. И вместе с ребятами они наглядно увидят, как искать юридическую информацию, как искать какие-либо возможные меры пресечения, ответственность, какая может наступить за деяние. То есть различная информация у них на глазах появится, и они могут... вопрос может быть исчерпан сразу. Ну, давайте сейчас посмотрим. Итак, Максим, вы ученик 10 класса, допустим, определенной Тверской средней школы. Вот что вас интересует? Вот вы увидели Сашу, вы заинтересовались его личностью, и о чем же этот человек нам будет говорить, и чем он мне поможет? Задавайте вопросы. Ну, вот, допустим, обращаясь как школьник к Александру, я подвергся, наверное, мошенничеству в сети, то есть не какой-нибудь характера того, что там... Были списаны деньги, допустим, с карты. Что мне делать, куда обратиться, наверное, как решить проблему. Ага, понятен вопрос, да? Да, понятен. И, кстати, вот наш школьник Максим затронул очень важную вещь, которая... Потому что, вот по данным правоохранительных органов, у нас в прошлом году на 65% увеличилось число вот таких преступлений. Именно дистанционных краш и мошенничества. Это крайне актуальное сейчас преступление. Надо что-то делать, предупреждать. Итак, что мы отвечаем Максиму и другим школьникам? Во-первых, Максим, обязательно, необходимо... Ну, я должен обязательно поблагодарить его за вопрос. Я выражаю благодарность, что ему интересно, его заинтересовала данная тема. Далее я ему говорю, Максим, на первый взгляд, вам может такая ситуация произойти. На первый взгляд, он может подумать, что он сам потерял, он сам перевел, то есть он виноват. Он может подумать и забыть об этом, что является достаточно плохим результатом. Это неверный ход мысли. Это неверный ход мысли, конечно. Он должен точно проверить, делал ли он какие-то операции. То есть, если это, скажем так, сетевое мошенничество, то есть, предположим, приложение какого-либо банка, онлайн-приложение. Он должен посмотреть в своей истории операции, производил ли он какие-либо действия. Если нет, у него появляется вопрос. Значит, за него кто-то перевел, либо вынудил перевести на посторонний счет. То есть, какая-то третья сила. Какая-то третья сила, конечно. Да, конечно. Далее он должен понять, он сам это сделал под вынуждениями, под прошениями. Кто-то его понадобит. Да, конечно. Допустим, у Максима есть младший брат. Младший брат может ему позвонить. Достаточно популярное вид мошенничества, когда родственники звонят с незнакомых номеров. Псевдородственники, конечно. Зазовет Максим, брат, привет, я попал в сложную жизненную ситуацию. Да, 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 это очень много фактов таких. Пришли там некую сумму на такой-то номер. Максим, как хороший брат, он сразу переживает за своего родственника, отправляет деньги и потом начинает думать, что произошло. Конечно, в таких случаях незамедлительно нужно сообщать правоохранительные органы. Но перед этим бы еще желательно своему брату реально позвонить и спросить его. Все ли хорошо. Некоторые же ссылаются на то, что, ой, я попал в аварию, ой, я попал в такую ситуацию. Конечно, конечно. Позвоните, называется, да? Сразу после звонка лучше это сделать, уточнить. Да, да, да. И первое, это правоохранительные органы, да? Конечно, конечно. Кстати, Максим, часто вот вам задают дети такие вопросы, вот по вашей практике? Ну, бывает, да, конечно, потому что все-таки, ну, им интересно. Может, их коснуться. Коснуться, да. Да, тем более, что вот они сами же сидят в этих сетях, да? Это может коснуться каждого. Каждого, да, да. Не обязательно школьников. Никто не застрахован от этого. И причем мы говорим сейчас, вот уже вот мы с правоохранителями за этим же круглым столом уже говорим, что если раньше мы обращались к людям пожилого, почтенного возраста, то теперь отнюдь, что теперь и молодые, и школьники, и студенты могут попасться в сети. Катюш, ваш вопрос. Вот у нас великолепная Катя перед вами, и она тоже интересуется, и хочет услышать, наверное, более такой, ну, попроще ответ, чтобы было понятно. Конечно. У меня вопрос немного нового характера, Александр. Вот я или мой товарищ совершили кражу в магазине. Вот такая вот девушка Катю. Это условно. Чего нам ждать в дальнейшем, какая ответственность последует? Итак, Катя, спасибо за вопрос. Конечно, важен этот момент. Еще если они описывают данную ситуацию, значит, их эта ситуация интересует не просто, ну, ни стало, ни сего. Значит, к сожалению, может быть такое, что они уже совершили или планируют. Что-то противоправное. Да, 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 конечно. Или вынашивают мысль такую, да, Катю, с другом, с вашим, да? Да, вы вот собираетесь вечерами и думаете. Вдруг, да. Или наши знакомые. Что мрать? Да, вдруг, что может произойти. Поэтому важно относиться к этому вопросу не с какой-то оценочной точки зрения. Ну, то есть вы как слушаете, как... Вы не осуждаете сразу Катю за этот вопрос, да? Я не должен осуждать, я не должен осудить, не говорить, что я девушка. Нет, конечно. Я и не мама, и не папа. Меня они не послушают. Я сегодня пришел рассказать просто, что может быть. А я знаете, что вам хотя бы думала? А есть же еще вариант. Вот вы, ой, подождите, уважаемые друзья, школьники говорят, вышли тихонечко, и сразу правоохранительный орган. Вот здесь сидит в классе такая-то девочка, похоже, она задумала неладное. Конечно, тогда она больше никакого доверия не будет. Да, ну уж это один раз пришли, но в школе один раз побывали, можно сказать. И все. Так, вы должны для себя понять, что такое, в принципе, кража. Кража, как говорит наш уголовный кодекс, это тайное хищение имущества. Чужого, соответственно. То есть вы можете взять у товарища телефон, попользоваться просто. Однако, есть телефон, вы взяли, с этой сентайной хищение имущества, может быть. Будет у вас, наступит уголовная ответственность за это. И каждое, каждое деяние будет известно. Как мы все со школьной скамьи слышим, рано или поздно, в тайной остановке, конечно. Или сколько веревочки не виться, все равно вот он кончик-то виден, да, найдется, да? Да, конечно. Ага, понятно. Вот, кстати, Наталья Григорьевна, вот как вам объяснение вашего студента? Александра Писарева. Как он объясняет, доходчиво ли? Абсолютно доходчиво. При том, что мне что понравилось? Он, с одной стороны, использовал специальную терминологию, но, согласитесь, она не резала ухо и не казалась какой-то заумной и слишком сложной. Да, это бывают проблемы, на самом деле, когда человек кажется, что он говорит, ну, как на обезьяненном языке? Да, надо переводчить, да. Потому что мне вот это как раз и понравилось, при том, что понравился подход такой немножко, то, что я им прошу их учитывать, общение с людьми, самая сложная штука в этой жизни, да? То есть элемент психологии, надо понимать, что ты не должен быть карателем, каким-то... В глаза смотреть. Да, 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 лампу в глаза, как говорится, да, в лицо. Поэтому пусть человек задумается, действительно. Иногда же ведь вот эти кражи из магазинов подростки совершают с целью там снять на видео, выложить, как говорится, хайпануть, да? То есть это просто какое-то хулиганство, как мы раньше говорили. А после того, как ему профессионал объяснил, что это или ей, что это уголовно наказуемо, может быть, ребенок 10 раз подумает, зачем это дурацкая шутка, лучше заняться чем-то более полезным. Да, такие шутки, они, кстати, давайте еще раз напомним нашим уважаемым молодым землякам, с какого года начинается уголовная ответственность? Вот когда его будут привлекать вот за это самое деяние, за якобы шутку? В Российской Федерации уголовная ответственность, кстати, как и административно, начинается с 16 лет. Но за кражу группы и лиц по предварительному сговору с 14. Это уже, так сказать, отексящающий момент, да? За некоторые виды преступлений уголовная ответственность может начаться с 14 лет, то есть за тяжкие, особо тяжкие. То есть это та необходимая информация, которую вы также сообщите, наверное, в каждом классе, да? Конечно. Что ребята, вы уже взрослые для уголовной ответственности. На уроках общества знания. Ребята узнают эту информацию. Конечно. Есть такая проблема, что ребята часто информацию получили, но не знают, что с ней делать. То есть им, возможно, на уроке, как сказала Катя, сказали, что 16 лет, ребята, вам исполнилось, там, ну, большинство из вас, наступила уголовная ответственность административная. Но они не понимают, что с этой информацией делать. И тут на помощь приходим мы. Мы, соответственно, на наших занятиях, мы разъясняем, что может произойти. Сухая информация, к сожалению, ничего не даст сейчас. Кстати, как с правоохранителями вот у вас наложено взаимодействие с теми же самыми сотрудниками полиции? Может быть, следственный комитет. Но я знаю, что следственный комитет выходит с подобными лекциями, но они уже несколько в другом формате тем же самым кадетом читают. Вот уроки всевозможные тематические. Как у вас? К сожалению, из-за всемирной нашей пандемии немного взаимодействие ухудшилось, но, конечно же, не сошло на нет. Сейчас немножко налаживается. Сейчас налаживается, да, да, да. Часто к нам приходят какие-либо сотрудники правоохранительных органов с такими беседами, как мы уже выражались, с лекциями, то есть с профессиональными занятиями, такими же, как мы проводим более младшему поколению. Также у нас часто организуются экскурсии, ну, различные управления. А, подразделения, да, полиции? Да, подразделения. Или управления разные? Не да, совсем ребята ходили, да. То есть мы наглядно смотрим, интересно, достаточно эмоционально еще приятно, то есть среди серых будней, среди учебы. Интересно, конечно же, но часто сложно. Мы разбавляем это такими мероприятиями. Притом связанными все равно с профессией. Ну да, профессия юридическая специальность. Далеко не уходи. Кстати, где сейчас человек, по большому счету, может получить бесплатную юридическую помощь? Ведь это на самом деле очень важно, да? Важно говорить, что не просто бесплатно, но еще и квалифицированно. Квалифицированно, да. А то можно, да, такую юридическую помощь оказать. Конечно, конечно. У нас на факультете уже давно, уже больше 20 лет работает такое объединение, называется юридическая клиника. По аналогии с, почему ассоциация возникает, потому что что такое клиника? Это совмещение процесса обучения с практикой, да, как в медицине. Также и мы тоже. Это правовое консультирование граждан, в основном малоимущих, которые приходят к нашим студентам. И, кстати, тоже очень рано, они со второго курса уже могут начинать эту деятельность. То есть, вы со следующего года уже можете оказывать такое объединение? Да, да, да. Желание, конечно. Ну, курируется, естественно, преподавателем, который помогает в случае необходимости. В случае необходимости помогает изучать документы, если возникает такая проблема. Но, во всяком случае, когда человек пришел и что-то задал вопрос, и мы можем ему ответить, то есть, вот такой уровень как минимум доступен, да. Может быть, это не всегда там помощь, ну, по уголовным делам нет, по понятным причинам, потому что там есть ограничения в законе. А по гражданским, по семейным вопросам, по вопросам наследования, ребята могут уже консультировать. Это очень важно. Мы потом в конце передачи обязательно скажем, где вас можно найти, как по каким телефонам, по каким сайтам. Ребята, вот я к этой стороне нашего круглого стола обращаюсь, вы решили все-таки, Максим и Катя, все-таки в будущем связать свою профессию со следствием. Почему? Почему именно это? Я, наверное, начну, да. Ну, потому что я считаю то, что работа следователя и, в принципе, любые деятели в правоохранительных органах, она очень востребована сейчас, значима, потому что, ну, мы живем в такое время, когда, ну, доверие немного к органам падает, и поэтому надо его возвращать на тот уровень, который он был когда-то. То есть, во-вторых, как бы помощь людям, это тоже, наверное, я не знаю, может быть, вижу себя как призвание свое помогать людям, то есть охранять, так сказать, спокойствие. Это очень здорово. Катя, а вы почему? Я соглашусь с Максимом, я тоже считаю, что работа в следственном комитете – это полезно, я хочу помогать людям. Мне интересен вот спектр вот преступлений, правонарушений, которые они расследуют. Ну, работа сложная. Да, да. Я просто вижу, вот я часто в те же самые ночи выезжаю и смотрю, что нужно, можно и увидеть, и как это потом расследовать, да. Но здесь важно именно в этой профессии, важно то, о чем говорил Саша, то, что вы делаете сейчас – наладить взаимодействие с людьми, да, как разговаривать, как расположить к себе. Это очень важно. Что в этом году, чем особенно для вашего отряда будет 2021 год? Что ожидает по плану? Вот я вижу так у Саши план 1, 2, 3. Да, конечно, у нас каждый год, как мы уже сказали ранее, разрабатывается некий план, мероприятия различные, которые будут проводиться. Конечно же, в начале учебного года он достаточно примерный, то есть многие идеи у нас появляются по ходу учебного года, и мы их тоже выносим, у нас все обсуждается, у нас ничего просто так не отвергается. Мы все коллективно обдумываем, обсуждаем, возможно, некоторые варианты голосуем, принимаем. На этот год достаточно, как мы уже ранее выразились, он выдался достаточно трудным, ну, предыдущий, 2020-й из-за пандемии. Поэтому в этом году в основном мы нацелены на правовое просвещение школьников. И также накануне 9 мая, также готовимся к 9 мая, думаем над возможными проектами. А, вот совместить, как бы тут же и объединить юридическую безграмотность и патриотическое просвещение. Воспитание, конечно, конечно. Потому что это очень важно, особенно для будущих, если мы заинтересуем, как бы, школьников. Они скромничают, они уже ездили к ветерану нашего, который работал в нашем факультете, поздравляли с 23 февраля. У нас очень интересный человек работал, Павел Павлович Кабанов. А следственный же комитет, к нему тоже поезжал, вот эти дороги-то пересеклись. Мой коллега, да, поэтому вот ребята с ним пообщались, у него же очень интересный путь фронтовой. Да, они его ездили, поздравляли. Так что вот эта работа тоже, все-таки, действительно, возраст ветеранов. Мы их ценим очень и стараемся как-то молодежь приобщить к этой деятельности. Ну, вот они так скромно об этом промолчали, сказала, да. Давайте ваш... Время к концу подходит эфиром. Ваш совет тем, кто нас сейчас слушает, жителям региона, чтобы вы вот так вот посоветовали с точки зрения, что называется, правового просвещения. Ну, Катенька. С точки зрения правового просвещения, я бы посоветовала, в первую очередь, не бояться обращаться в правоохранительные органы, вести себя осторожно. То есть участились случаи мошенничества в интернете, по телефону. Как только, если вот такая, к сожалению, ситуация получилась, что вы стали жертвой мошенничества, не бояться обращаться, сразу же обратиться, лишний раз уточнить, осуточнить, понять, что вы можете, как уже сказали ранее, быть невиноваты, что вот они втерлись к вам в доверие. Быть очень аккуратным именно вот в этой области, вот в этом смысле. Максим? Ну, я думаю, во-первых, наверное, всячески проверять ту информацию, которая поступает, потому что ее много. Мы живем в век технологий, сферу, когда через нас проходит очень много информации в день, и надо ее проверять, чтобы не стать заложником ситуации, не попасться на удочку мошенникам. Это, наверное, самое важное. Ну и да, как сказал Катя, это прежде всего быть аккуратным и знать, что ты можешь получить всегда помощь какую-то, юридическую в том числе. Саш? Подписываюсь под каждым словом ребят. Я бы хотел посоветовать всем остальным. Это, возможно, позвучит немного уничижительно. Это относиться проще к некоторым вещам. То есть у нас достаточно банальные всегда случаи. Ребята поспорили, возможно, из-за девочки, возможно, кто-то задел достоинство другого. И, к сожалению, это могло закончиться дракой, которая, в свою очередь, могла закончиться летальным исходом. Ну, житейская, к сожалению, ситуация. Совершенно бытовая ситуация, но не менее сложная, не менее опасная ситуация. Поэтому, я, как повторюсь, хотел бы посоветовать быть немножко проще, дружелюбнее, менее... Менее конфликтом. Не конфликтом, надо быть, менее агрессивным. Наталья Григорьевна. Ну, я, может быть, чуть более... Да, к старшему поколению обращусь, потому что, действительно, они сейчас в такой очень сложной ситуации. На них целая волна мошенничеств накатывает. Вы же знаете списки ваших контактов. Я просто посоветовала... Самый простой совет. Не берите с незнакомых номеров трубки, и вы себя тем самым обезопасите. Вот это, мне кажется, самый простой. Да, просто если видите, у нее непонятный звонок, кто откуда звонит. Тем более часто звонят вообще с других регионов. Да, совершенно верно, да. И совсем уже несколько секунд до конца эфира. Где вас можно найти, как записаться вам, как можно прийти на ту же самую консультацию? Может быть, кто-то уже захочет. Вы знаете, лучше всего на сайт на наш обратиться, юрфакт и ВГУ, потому что у нас, к сожалению, только вот такие служебные телефоны деканата. А на сайте у нас более подробно вся информация, в том числе и по поводу... И о вашем оперативном отряде, там тоже есть информация. Если кто-то из других вузов пожелает как-то помочь вашему отряду, принимаете или нет, или только университет? Все рассмотрим. Рассмотрим, да. Если помощь такая, да? То есть вы открыты к сотрудничеству? Конечно, конечно. Мы структура вуза, мы же не говорим, что мы вот только вот... Сотрудничество, конечно, в рамках вуза возможно. Спасибо вам огромное за рассказ, за советы. Я надеюсь, что ваши советы пригодятся. Хорошего плодотворного года, хороших учеников. Спасибо. И хорошего знания. Будьте здоровы. Всего доброго. До свидания.